Всем привет! Сегодня будет обзор чисто от первого лица. Chery Tiggo 7 Pro пришел в Украину. Хочу с ним познакомиться, пощупать, посидеть, посмотреть, что за авто вживую. Уже много видеообзоров есть на просторах YouTube. От российских обзорщиков, уже от российских владельцев есть много видеообзоров. Хочу просто познакомиться с авто и вам показать. Авто имеет очень современный вид, если даже сравнить с Chery Tiggo 7 прошлого поколения. Интересная радиаторная решетка. Все обращают на нее внимание в 3D таком исполнении. Очень красиво смотрится издалека. Если ближе посмотреть, то тоже прикольно смотрится. Можно заметить матричные светодиодные фары и тут же динамические указатели поворотов. Тоже очень классно смотрится современно. Ходовые огни. LED также. Данный автомобиль в базовой комплектации стоит на данный момент 2400 долларов. Не имеет он камер 360 по кругу, не имеет передних парктроников, не имеет панорамной крыши. В полной комплектации авто в двухцветном исполнении. Бывает красный низ, черный вверх, белый низ, черный вверх. Стоит около 22,5 тысяч долларов. Это вам будет и панорамная крыша, и камеры 360, и передние парктроники. Интересные диски. Шины Chao Yang 22560 R18. Также классно авто смотрится сзади. Очень стильно и также современно. Также динамические повороты, указатели поворотов. Раздвоенный выхлоп. Ну, здесь идет имитация, то есть фальш. Выхлоп. Два ключа идет, да? Это основной ключ красивый такой, это запасной. Ну, покажи механику его работы. Нажимаем на кнопочку с боку и вытягиваем. И можем механическим путем открыть машину, да? Да, ну, в случае, если 12-вольтовый аккумулятор сел. Давайте посмотрим, как работает бесключевой доступ. Вот, ключом я подхожу ко авто. Авто сейчас открыто. Закрыто сложены зеркала. Подхожу просто ко авто. Все, то есть, руками я ручек не касаюсь. Авто открыто. Отхожу с ключом на определенное расстояние от авто. И авто закрывается. В общем-то, неплохое решение. Кстати, вот это ж, кажется, можно отключать в мультимедии, да? Если вдруг на мойке авто оставляешь, ключ забираешь, можно отключить, он не будет закрываться. Есть такая возможность. Еще и автозапуск есть с ключа. Можно запускать двигатель таким вот автозапуском. И в нашей версии нет такого, как в российских, я не знаю, там, или Тига 8 Pro. Подходишь к крышке багажника, постоял, отошел, и она сама. А, есть и у нас такое. Видишь? Я проверил. Смотри, подходишь. Закрыт багажник. И авто, кстати, закрыто полностью. Двери закрыты. Подошел, постоял, сделал шаг назад или два. Так, еще раз. Ближе подойду. Постоял, отошел. Ты видишь, он моргает. Далеко отхожу. А, наверное, да, теряет ключ. Шаг сделал назад. Вот. Я просто держал ключ, ничего не нажимал. С ключа, я так понимаю, тоже можно, да, с кнопки открывать. То есть, возможностей много. И плюс ногой. Но она не закрывает. А, ну, сейчас посмотрим. Может, она не ногой открывала, а может, это именно вот эта система работала. Да, если не нужно. Там, я думаю, что сенсора нет. Также неплохое дизайнерское решение салона. Здесь уже, конечно, не стоит другого ожидать от китайцев. Чем больше они развиваются, тем интереснее у них становятся автомобили. Приятно щупать, приятно сидеть. Запаха уже никакого нету. Встречает просто запах нового авто. Приятное на ощупь сидение. Из эко-кожи. С имитацией перфорации. Но на самом деле перфорации здесь нету. Вентиляции сидений нету. Но имеется электропривод сидений. Подсветка на пороге. Пороги также чистые, прикрытые. Уплотнители имеются. Защиты порогов от грязи. В российских обзорах встречал, что недоработана вот эта часть. Не знаю, как с нашими автомобилями, которые сейчас пришли к нам. Из колеса закидывается вот эта часть порога. Обратите внимание, кто рассматривает авто к приобретению. Люди показывают, уже владельцы показывают именно эти все моменты недоработки. На задних дверях пластик вверху идет жесткий. Ну, как обычно, это можно встречать уже даже в китайских современных автомобилях. Немного удешевление идет. Здесь мягкий кожзам. Различные подбутыльники. Все здесь есть. Стеклоподъемники управления. Динамики. И задний ряд. Также сиденья из эко-кожи. Очень приятный. Качественный такой материал. Хоть и не натуральный, но приятно его ощущать. Места также очень много. Комфорт задних пассажиров у них тоже на первом месте. В данной комплектации подогрев имеется. С задних сидений также одной USB на два задних пассажира. И под смартфон, например, есть такой вот вариант полочки. Обдувы, регулируемые. Двухзонный климат-контроль, но на задних пассажиров не распространяется. Опять же, болезнь, что короткие сидения сами. Но все зависит от роста, конечно, человека. Немного колени провисают. Тоннель немного имеется. Вот я показываю вам совсем чуть-чуть. В полпальца может. Но есть. Или же это сам ковер, штамповка. Но вроде бы так, чтобы полностью не было ровного пола здесь нет. Два дисплея. Приборка цифровая полностью. Мультимедиа. Сенсорная. И сенсорный экран управления климатом. В полной комплектации будет панорамная крыша с глухой шторой. В нашей комплектации без панорамной крыши идет вот такой вот светильник. Но очечник уже присутствует. Есть. Кстати, в данной комплектации не вижу я подсветки светильников для задних пассажиров. Нету. В комплектации с панорамной крышей светильники идут здесь. А вот в этой комплектации один передний светильник на всех. Во всех комплектациях идет электропривод крышки багажника. Очень быстро открывает и закрывает крышку. Не вызывает вообще никаких неудобств. Багажник соизмерим с размерами авто. Ни большой, ни маленький, из средних размеров. Вполне таки для этого авто вместительный. Имеем не докатку, а полноценное колесо запасное с диском слитым. В общем-то, полная замена обычного колеса вашего. Также органайзер, домкрат. Тут все есть. Баллонный ключ, все необходимое. Внизу голый металл под запаской. Но какая-то виброизоляция наклеена и имеется. Багажник весь обшит карпетом полностью. Розетка. Есть. Это прикуриватель у нас. 12 вольт. 120 ватт. Светильник с лампой накаливания. И крючки такие вот. Поворотные, которые на многих авто устанавливают. Трехкилограммовые уже китайцы устанавливают. И шторка. Под шторку прятать, так понимаю, негде. Кстати, высоту крышки можно регулировать с мультимедиа автомобиля. Это, в общем-то, подробные обзоры. Можно посмотреть от владельцев в ютубе. Крышка может регулироваться по высоте. Очень-таки классно. Пассажирское сидение с механическими регулировками. Не знаю, в полной комплектации, наверное, все так же. Имеется двухэтажная консоль. Прорезиненные коврики лежат, которые можно убирать. И там есть возможность пустить кабель куда-то. Канал идет. Вот это резина. А здесь уже идет имитация такого вот 3D, но пластик. Не знаю, может это снимается, разбирается. И появляется, может, куда-то доступ. Также здесь резиновый коврик идет. И там так же, чтобы он не ездил. Ну, все продумано, сделана такая негладкая, шероховатая поверхность. Прикуриватель здесь так же идет. И там два USB. Беспроводная зарядка также имеется. Очень удобно она расположена. Лежит у вас телефон здесь. Подключена, например, навигация. Заряжается он. Беспроводной зарядкой. И плюс наблюдаете вы за навигацией. Ну вот, я не знаю, может в этой комплектации ее здесь нету. Скорее всего, в полной комплектации она будет. Интересный подлокотник исполнения. Не в уровень он в один с этой всей консолью. Немного выше. Но здесь вот такое вот исполнение. Двигаются сами подстаканники. Подвинув подстаканник, у нас появляется больший объем, например, для установки сюда бутылки какой-нибудь. Не знаю, с охлаждением это дело или нет. Какое-то отверстие идет. Может сюда и подается охлаждение. Это кто знает, пишите уже в комментариях под видео. Здесь также коврики. Везде вот установлены резиновые коврики. Везде. Так, что-то я там снялся. Снялось. Ага, здесь еще и снимается это все. Можно извлекать и увеличивать объем самого этого отсека. Нужно вам под бутылку ставить и под бутылку. Такой вот себе конструктор. Крышка бардачка открывается нажатием вот на, в этом месте, на клавишу. Также с микролифтом. Обычный бардачок. Панель, как я уже сказал, мягкая. Здесь пластик мягкий. Здесь строчка, которую все привыкли показывать и поражаться, какая она аккуратная. Но уже китайцы давно это делают и не обращают на это внимания и считают это как положено, чтобы было все красиво, потому что это все на виду. Немного поскрипывает. Вот это вот мультимедиа. Владельцы так и показывают, и рассказывают. Интересные кнопки, удобные. С таким вот прикольным нажатием. И также здесь. Половина кнопок отсутствует. То есть они как заглушки, они не рабочие. В зависимости от комплектации здесь у вас будут какие-то функции на кнопке зашиты. Автохолд. Электронный стояночный тормоз. И электронный уже такой идет джойстик. Переключение передач. Паркинг. Драйв. Механический режим. Переключение. Все есть. Кнопка старт-стоп. И руль. Опять же, все на любителя. Цифровая панель полностью. Капот открывается. Гидроупоры капота имеются. Это плюс. Удобно одной рукой открывать подкапотное пространство. Двигатель идет 1.5. От предыдущего ТИГа. Также на ТИГа 4 устанавливался такой мотор. На 147 лошадиных сил. 205 или 210 ньютон метров. Крутящий момент. В общем-то, двигатель проверен. Кто пользовался владельцем Черри ТИГа, отпишитесь, как вам этот мотор. Безальтернативная коробка. Вариатор. CVT с имитацией 9 передач. Больше вариантов нет. В пистонах идут на защелках пластиковых уплотнителей. По капоту. Местами, частями. Вот так вот. Такая вот задумка сделана. Внизу, в общем-то, никаких уплотнителей нет. Немного начинаю всматриваться по покраске. Есть моменты. Видна такая шагрень. Есть нюансы. Также многие владельцы показывали, что покраска с мусором. Ну, есть. Есть и тут такое. Немного. Не идеальная покраска крышки. Крышка в данном месте. Вообще, как бы, смотрю, я просто как бы загрунтованно и все. Здесь вроде бы вот глянец есть. Здесь здесь его нету. То есть, моменты такие нужно учитывать. Перед покупкой авто просматривайте это все. Ну и принимайте решение. И тут также вот шагренью покраска. Здесь капли. Ну, не идеал. Не идеал. Здесь тоже шагрень. Низ дверей. Вот здесь как шагрень у них и там, и там. Я не знаю. Может, так и должно быть. Вы пишите, конечно, в комментариях, что думаете по этому поводу. Задний ряд сидений также складывается. Сидения, кстати, спинки без регулировки. Тоже два положения сложено и разложено. Подлокотники задвигаются. И получается багажник также большой. Подлокотник под стаканниками. Здесь все стандартно. Ну, и вроде бы как вот мне нравится качество именно данного материала, использованного на сидениях. Хоть и перфорация, имитация перфорации, но смотрится получше, чем просто гладкие сидения. Ну, и авто имеет только передний привод. Полностью закрыто авто. Все двери закрыты. Хочу проверить закрывание дверей в тот момент, когда, как закрываются двери. Двери закрываются качественно. Вот, практически сами чуть-чуть добавить. То есть, сопротивления воздуха нету. Двери ничто не держит. Система клапанов работает. Слышно, как воздух клапаны выдавливают из... То есть, выпускают из салона. Хорошо, двери закрываются с приятным таким звуком глухим. Ну, и сенсоры. Также сенсоры имеются открытие-закрытие на пассажирской и водительской двери. Сзади их нету. Зачем я сделал обзор на черри тига 7 про? Знаете вы, что я интересуюсь с китайскими автомобилями, мне интересно развитие. Мне интересно, что китайские производители автомобилей представляют нам на рынок. Поэтому возможность подвернулась. Я поехал, посмотрел, пощупал, убедился, что развитие идет. Понятно, моменты имеются и моментов еще очень много, которые нужно дорабатывать, устранять. Какие-то косяки есть. Ну, в любом случае, идеальных авто нету, а тем более пока китайских. Но интересно развитие, интересно, как они по пятам настигают мировых производителей. Ценители черри уже есть давно и в Украине есть. Кому будет интересно это авто новым покупателям, тоже, я думаю, будет интересно, однозначно будут новые покупатели. Но и тем, кто уже пользовался автомобилями черри тига 7. Ну, вот, неплохая, кстати, замена, кто хочет поменять автомобиль. Хотелось бы, конечно, сделать тест-драйв, но нет возможности, нету тестового автомобиля в Кропивницком, так бы сел бы, показал. Ну, вариатор меня вообще не впечатляет, нету альтернативы, нету робота, не знаю, почему они из предыдущего черри тига 7 не взяли, не установили робот, или они не уверены в своем роботе, тот, что они ставили на черри тига 7 прошлого поколения, не знаю. Связка, мне кажется, турбомотора и робота, это было идеально. Ну, вариатор на любителя. Но, опять же, нужно садиться и пробовать, у меня возможности такой нету. У кого есть, кто пробовал, кто тестировал, отпишитесь в комментариях, как себя ведет авто на дороге, как работает связка вариатор и турбомотор. На сегодня все. Такой вот ознакомительный обзор пощупал, посмотрел, показал вам. Всем удачи и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok